приветствую вас друзья с вами варчик в очередной раз хочу вас поблагодарить за огромное количество подписок канал буквально за несколько дней заметно так увеличился спасибо огромное в этом видео поговорим с вами про последний танк который может оказаться у нас на аукционе в одном из прошлых видео у меня были догадки о том что 5 танк это какой-то который уже был или давно лежит в клиенте игры поэтому с последним микро патчем ничего и не добавилось более поскольку танк который будет в аукционе он уже и так давно в игре валяется первый лот это король обезьяна второй лот это советский прям танк восьмого уровня к 2 а вот 3 4 5 лот сложно сказать какая там последовательность возможно третий лот будет как раз таки тот самый там который давно валяется и сидит ждет своей очереди на аукционе это может быть один танк из прошлых аукционов это может быть и в за 120 ft прям танк 9 уровня китайский пт это может быть его за 55 в стиле это может быть бабаха которую вывели из игры задним расположением башни которая горит постоянно в лоб и и уже куда только не пихали и где только не продавали я не знаю зачем она нужна очередной раз также еще может вернуться объект 28 вариант 5 но его вроде уже раза два добавляли ну и может быть один из последних танков которые тестировали на супер тесте тл-7 пт сау сша 9 уровня в общем и целом один лот заставляет задуматься а вот два последних принципе все понятно это марс копия прожета прям танка 8 уровня и т-54 хэви танк так давайте поговорим сначала про танк к 91 вариант 2 это танк давно тестируются он то 8 уровня то 9 уровня но последний вариант у нас 9 уровня альфа 300 пробитие 248 под калибром скорость полета 1450 кумулем пробития 300 скорость полета 900 дпм 2600 точность 0 340 сведение 1 и 9 стабилизация 0 16 по корпусу 0 10 по башне это очень хорошо у военные плохие минус 6 но танк низкий максимальная скорость вперед 55 18 назад обзор 390 в принципе такой вот средний танк во лбу башни броня какая-то у него есть внизу в нижней части а вот верхняя часть башни напоминает какую-то жабу и эти два огромных лючка которые похожи просто на выпуклость на пол башни они легко пробиваются поэтому танка можно считать что брони нет можно немного бортом потанковать но передние щеки пробиваются легко поэтому местами немного брони у этого танка есть но в целом дыры огромные те люди которые называют этот танк 430 на девятом левеле у них беды за головой в целом такой неплохой танк по крысе из-под тяжка что-то там наваливать но альфа 300 конечно смешная неплохая у него удельная мощность в принципе за счет мобильности и скорострельности можно по крысе что-то там поделать теперь переходим к т-54 хэви танк это такой вот ренегат на девятом уровне распухшие с альфой 450 пробитие бэбэшкой 240 пробитие кумулятивом 300 оба снаряда летят примерно со скоростью плюс-минус 1000 точность 04 сведения 2 и 6 не самая лучшая точность но стабилизация такая вот как это там немного есть 020 от поворота корпуса и от движения и 010 от поворота башни в целом не такая уж плохая стабилизация скорость не очень 34 вперед 15 назад это все-таки тяж пушка от опускается на 12 градусов поднимается на 20 вверх обзор 400 ну в принципе по характеристикам не так уж плохо при том что тут альфа 450 а вот с броней корпус так себе бронированный что в борту что во лбу но лоб башни супер бронированный только не знаю зачем нам это надо если на голове лючок размером станок напоминает целиком и полностью ренегата но на девятом левеле с хороший такой альфой кому-то может быть и зайдет но я думаю что ца картошки не оценит такой танк но я бы может быть даже на таком попробовал поиграть но не знаю легко бы не было точно теперь поговорим про тл-7 дпм всего лишь 1800 пробитие 252 бэбэшкой альфа 360 пробитие голдой 315 скорость полета под калибра 1500 скорость полета бэбэшки 1000 точность 038 сведения 2 и 5 стабилизация плохая 028 от движения и от поворота корпуса от поворота башни 012 стабилизация движения прям вообще жуть какая-то максималка 50 и при такой скоростью нас прицел будет на пол экрана 15 скорость назад максимальная не очень увы на минус 10 плюс 15 вверх пушка так себе поднимается обзор 370 ну и по броне можно сказать что танк не особо бронированный поскольку корпус там 140 160 миллиметров это такое себе лоб башни местами 220 260 миллиметров ну и лючок на голове огромный 120 миллиметров 130 эта фигня полная борта с экранами но они тоненькие 50 миллиметров не знаю там помогут эти кранчики или нет но в целом танк и так не особо бронированный что-то это пт-шка мне особо не внушает какого-то доверия к 91 вариант 2 и т-54 хэви танк как-то смотрятся поинтереснее также забыл сказать что тл-7 это барабанный танк 4 снаряда с альфой 360 перезарядка 41 секунда кд между снарядами внутри барабана 2,3 что-то на девятом уровне такой грозный барабан смотрится просто ничтожно мне кажется даже на восьмом левеле таким барабаном сложно кого-то напугать еще с такой долгой перезарядкой я думаю что бабаха если будет на аукционе она уже не особо будет интересно только тем кто ее не взял я не люблю эти все бабахи я бы ее себе не брал но бабахи популярны в нашей игре поэтому их все равно наверное разберут хоть и уже сколько раз они были везде 2х8 вариант 5 уже пару раз был он и наверное уже не интересен никому вза 55 в стиле я бы может быть даже и взял бы но у меня есть уже и обычный вза 55 с тремя отметками танк кайф ну и три новых танка мы рассмотрели из них мне больше всего интересны распухший ренегат на девятом левеле и к 91 вариант 2 пт-шка тл-7 чет какая-то жуть вот что нас ждет на аукционе пишите свое мнение как вам такие танки надеюсь что старые танки которые уже миллион раз были не будут добавляться поскольку они уже под надоели что-нибудь новенькое я бы наверное и взял с вами был варчик играть красиво подпишитесь ставьте лайки всем удачи и пока удачи а Субтитры подогнал «Симон»